Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, гиетолог Борис Качко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести и через интернет. Автор сотен видео в интернете о том, как правильно питаться, как правильно пить воду, как правильно дышать, как правильно двигаться, как правильно заниматься разными видами деятельности, объединив их в здоровый образ жизни, и реже попадать на лечение. Иными словами, заниматься профилактикой. Одна из возможностей профилактики – правильное соблюдение православных постов. Но! Правильное с точки зрения современной медицины. Поэтому просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как правильно подготовиться к одному из продолжительных постов. А именно к рождественскому посту. Как правильно его соблюдать. И как правильно выйти без ущерба для здоровья из рождественского поста. Как же правильно подготовиться к второму по продолжительности православному посту. А именно к рождественскому. Многое зависит от того, какую систему питания вы используете, какой образ жизни ведете, в тех условиях, в которых вы находитесь. А также от вашего пола, от возраста. И если ваша основная система питания – это средиземноморская диета. Одна из самых здоровых диет, находясь на которой вы чувствуете себя прекрасно. У вас высокая работоспособность, надежный иммунитет, вы не болеете. В данном случае никаких негативных изменений со стороны работы пищеварительной системы вы не почувствуете. В рождественский пост рекомендуется примерно такой же набор продуктов питания, к которому вы привыкли. Но! Более скромный! Ограничение пищи животного происхождения – это снижение теплотворной способности вашего рациона. И если вы рождественский пост проводите в южном полушарии, либо на экваторе, в тех регионах планеты, где сейчас достаточно жарко, то такое изменение вашего рациона питания – огромный плюс! В вашей системе терморегуляции проще поддерживать постоянную температуру тела и предупреждать у вас явление теплового удара. Если же вы находитесь в северном полушарии, находитесь в средних широтах, а может быть даже и выше, в данном случае для сохранения привычного вам уровня комфорта вам нужно пересмотреть свою одежду и утеплить те помещения, в которых вы регулярно находитесь. Меньше тепла образуется в организме, и вам зябко, у вас не просто снижается работоспособность, вы можете легко попасть в депрессию. Пост ведь продолжается не день, не два, а несколько недель. И такие изменения нужно правильно учитывать. Но! Если ваша система питания менее скромная, чем средиземноморская диета, какие еще дополнительные новшества вам нужно ввести изменения в свой образ жизни? Вы узнаете прямо сейчас! Если в привычном вам рационе питания регулярно присутствует мясо, птица, которые будут запрещены в рождественский пост, на этапе подготовки, я бы советовал вам внести качественные изменения в свой рацион питания. И в те приемы пищи, когда вы привыкли есть мясо, замените мясо на рыбу. Во время же рождественского поста у вас будут еще и количественные изменения. И привычное вам количество продуктов животного происхождения будет снижено до требуемого. Конечно, если у вас есть аллергия на рыбу, в данном случае вам рождественский пост соблюдать будет еще более сложно. Потому как заменить мясо уже нечем. И вы попадаете на более жесткую систему питания под названием жесткое вегетарианство. Конечно, кто практикует такую систему питания и до поста, не следует самостоятельно, без врачебного контроля, расширять свой рацион и вводить в него рыбу. Если у вас нет ферментов, белки рыбы легко перевариваются у любого и каждого, начиная с малых детей. Если бабушки с дедушками не поторопились вводить рыбу несвоевременно в рацион ребенка. И не сорвали работу пищеварительной системы. В данном случае, если вы самостоятельно попытаетесь ввести рыбу в свой рацион, может быть только беда. Может быть плохо. И правильным соблюдением поста это не назовешь. В данном случае пост, который должен принести вам благо. Неправильное его соблюдение может принести вам вред. И вот как правильно соблюдать рождественский пост с точки зрения врача-диетолога? Вы узнаете прямо сейчас. Какой же образ жизни лучше ввести в рождественский пост, чтобы ваше здоровье не пострадало? За правильным ответом, я думаю, нужно обратиться к истории. И вернуться на сотни лет назад. В эпоху зарождения православных постов. Когда большинство населения жило в сельской местности. Образ жизни был связан с движением солнца. А именно просыпались люди с рассветом. Ложились спать с закатом. На период рождественского поста попадает период зимнего солнцестояния. А именно самые короткие дни в году. Самый низкий уровень двигательной активности. Который в данном случае был связан с приготовлением постной пищи. С поддержанием тепла в жилище. А именно подбрасывать дрова, нарубленные ранее в печку. Поддерживать температуру в жилище. Чтобы сохранять те небольшие количества тепла. Которые образуются на постной пище в вашем организме. Все зрелища были запрещены. Иными словами, активные траты энергии вне дома. Отсутствовали. Люди жили обособленно. Может быть посещали близких родственников. Но уровень физической активности был снижен. И в этом случае можно было легко и просто пройти этот не самый простой период жизни. Не пострадав по уровню здоровья. Если же вы ведете иной образ жизни. У вас временные рамки немножко шире. Вы просыпаетесь до рассвета. И ложитесь после заката. Ваш организм работает более интенсивно. Если вы пытаетесь заниматься спортом, фитнесом в этот период года. Находясь на скромном питании. То работающая мышца. Это потребитель белка. Которого в рационе мало. И запасной белок находится в клетках иммунной системы. Которые в данном случае будут работать все хуже и хуже. А попадете вы во время поста при таком его неправильном сопровождении на обострение бактериальных либо вирусных инфекций. Это хоть явно видно. Если же вы занимаетесь спортом. А инфекции вас не тревожат. Возможно вы раздели иммунную систему в отношении к онкоклеткам. И со временем можете познакомиться с врачом-онкологом. По различным заболеваниям. Поэтому если вы хотите рождественский православный пост соблюдать правильно. То поститесь правильно. В полном объеме. А не только в диетическом его выражении. Но поститься неправильно. Вы почувствовали снижение здоровья. Вы прекращаете поститься. Так вот вы прекратили поститься досрочно. Либо вы прекратили поститься когда рождественский пост пришел к своему завершению. Важно как правильно выйти из рождественского поста. Потому что на последнем этапе можно жестко пострадать по уровню здоровья. А некоторые могут даже умереть. О том как выйти правильно из рождественского поста. Вы узнаете прямо сейчас. С точки зрения врача-диетолога. Как вход в рождественский пост. Так и выход из поста должны быть плавными. Постепенными. Ваша пищеварительная система тренируется теми продуктами питания. Которые в нее регулярно попадают. Пост рождественский достаточно продолжителен. И пищеварительная система не готова к резкому расширению рациона. Иными словами примерно неделю после окончания рождественского поста. Если вы его реально соблюдали в диетическом его исполнении. Вы должны постепенно выходить. Вначале увеличив количество приемов пищи. В которых содержится рыба. А потом и объем каждой порции. Только после этого вы можете вносить новые продукты питания. Иначе внезапно расширив свой рацион. Вы вызовете так называемое несварение желудка. Иными словами часть пищи не переварена будет. И будет брожение и гниение в кишечнике. С обострением дисбактериоза кишечника. Ухудшением работы печени, почек. Ухудшением состояния суставов. Эмоции могут среагировать. В худшем случае среагирует еще и плохо поджелудочная железа. И если обострится хронический панкреатит. Вы можете обновить свое знакомство с врачом-хирургом. Чтобы этого не делать выходите из поста правильно. Но! В одном отношении я бы не советовал вам нарушать пост. Я имею ввиду ваши эмоции. Постные мысли как были во время поста. Лучше бы их сохранить и по его окончанию. Это вам принесет только больше пользы для вашего здоровья. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео. Кто хочет с вами попаститься вместе. И попаститься правильно не растеряв свое здоровье. Я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моих каналах. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Поехали. 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 Поехали.